Привет, друзья мои! Сегодня понедельник, а значит самое время узнать, как дела в Америке. В Америке наступила зима и стартовал мой декабрьский рейс. В предыдущем ролике я был дома на выходных в Лос-Анджелесе, и мы ходили, выбирали новую квартиру, новые апартаменты, куда переедем, и подали заявки в билдинге, ждем от них ответа. А сейчас я снова в рейсе, и давайте смотреть, что в нем будет интересного. И, как обычно, не забудьте подписаться на канал. Я первый раз проезжал эту деревню в штате Невада, и ехал я навстречу машине шерифа, и увидев, что внутри машины, я сразу же сбросил скорость, и подъехав ближе, я сначала не поверил своим глазам, я подумал, показалось что ли? Но когда я второй раз проезжал эту же самую деревню, и внимательно разглядел, что сидит в машине шерифа, и увидел, что да, ребята, это робокоп, робот-полицейский, как в фильмах американских. Вот она, американская смекалка, нарядить манекена в шерифа, посадить его, и этот манекен будет работать 24 на 7, причем бесплатно. Я все-таки разобрал датчик, который ставится в трейлер, чтобы отслеживать температуру, писать, смотрите, как это выглядит. А здесь бумага, как кардиограмма. Вот такая у меня была температура. Прям как кардиограмма сердца. Интересная, да, аппаратура? Да, температура, смотрите, как скакала. В ноябре, во время черной пятницы, я по очень хорошей цене купил курсы в IT, и сейчас у меня будет очередной урок. Это онлайн-уроки. Вы мне периодически пишите в комментариях под видео, что скоро автопилоты заменят дальнобойщиков, и скоро роботы будут водить траки, и закончится твоя красивая жизнь, твои путешествия, люксовые шмотки, крутые тачки, рестораны. Все это закончится, ты будешь не нужен. Так вот, как раз когда придут роботы, я уже вовсю буду их программировать. Так что без дела не останусь. Рестерия штата Айова. Такое здание посвящено писательской тематике. Наверное, какой-нибудь писатель отсюда. Вот. Вот кубики со словами Айова. Это здание. Рестерия, там туалет. Рестерия это по-русски бесплатный туалет общественный. Как он выглядит в Америке. Понятное дело, немножко не как в России. Там для девушек. Здесь для парней. Что здесь прикольного? Вот он такой. И там вторая половина. Что здесь веселого? Это то, что кабинки, как сказать, низкие. Можно подойти и посмотреть. Прямо отсюда. Немножко не совсем уютно в таких кабинках сидеть. Вот. А я поехал дальше. Проезжаю сейчас город Кливленд. Вот есть Чикаго. Он на берегу озера Мичигана. А Кливленд он на берегу озера Эри. И он, конечно, меньше, чем город Чикаго. Но Кливленд не менее красивый. Здесь есть даунтаун с высотками. Свои стадионы. Очень много храмов, церквей. Разных религий и конфессий. Очень много зданий из красного кирпича. Знаете, как Манчестер в Англии. Такой город Кливленд это город индустриальной эпохи. Очень красивый. Я все время хочу здесь остановиться и погулять. Но не получается. Нет траков рядом с городом. И я как-то остановился на ближайшей Рестерии к этому городу. Но не смог вызвать такси, потому что Uber писал машин нет. Далековато. И поэтому нужно более детально изучить местечко поближе к центру города, где можно поставить трак. И еще, когда проезжаешь в город Кливленд, есть ощущение, что здесь очень низкие мосты. И ты вот-вот заденешь трейлером мост и не сможешь под мостом проехать. Но на самом деле все в порядке. Мосты здесь высотой 14 фит. А трак с трейлером максимальная высота 13,6 фит. Сейчас коллега мне вовсю семафорил, показывал, что у меня что-то случилось с колесом. Я так подумал, пробило. И действительно лопнуло колесо. Но уже старая покрышечка. Поэтому сейчас с этой стороны покажу. Реально, когда едешь, вообще не слышно. Не чувствуешь, что колесо лопнуло на трейлере. На траке ты услышишь, когда едешь за рулем. А на трейлере вообще не чувствуешь. Да, сейчас надо ехать менять. Уже стертое. О, олень побежал. Дотянул я потихонечку до специализированного сервисного шинного центра Спитка. Хорошие новости. У меня, смотрите, есть запасочка своя под трейлером. И несмотря на то, что у меня есть запаска, я все равно приехал менять, чтобы мне поменяли специалисты резину. Я не меняю ее сам, потому что у меня нет инструмента, в принципе. Ну и пока ребята меня меняют колесо, я схожу за кофе в Макдональдс. Когда я только начинал работать трек-драйвером, у меня уже была такая ситуация с колесом взорвалось. Оно на трейлере. И вот в этом ролике я показывал, как мне его делали. И многие тогда из России написали мне в комментариях, что у меня рук нету, почему я сам не могу поменять это колесо. Вообще водители, как бы дальнобойщики в России, сами меняют колеса и сами чинят трак. Ну что я могу сказать вам, ребята? Слава богу, что я живу не в России, а в Америке. Слава богу. У меня сейчас груз на штат Мичиган, недалеко от Детройта. И смотрите, как мне навигатор нарисовал дорогу. Видите, через Канаду. Черная полоска, это граница с Канадой. И через Канаду, короче, путь. Я поеду, понятное дело, внизу в озеро Эре. И вот так приеду. Путь подлиннее, но не через Канаду. Многие ребята, водители, таким образом уезжали в Канаду, по невнимательности, не посмотрев, как идет дорога в навигаторе. И, соответственно, с Канады назад уже их не возвращали. Но это те, у кого грин-карты нету, кто на политубежище или еще на каком-то убежище. Вот, так что будьте внимательны, ребята. Если у вас нет грин-карты, то в Канаду эта дорога в один конец. Я часто езжу по 90-й трассе и вожу в штат Нью-Йорк йогурты. И проезжаю мимо города Баффало. И вот спустя полгода работы я впервые почему-то обратил внимание на такой вот знак Ниагара Фоллс в городе Баффало. И думаю, Ниагара Фоллс что-то знакомое. А потом, конечно же, это Ниагарские водопады. Оказывается, они находятся возле городка Баффало. Я сразу же в гугл-картах ставлю себе меточку, место, обязательное к посещению. И в следующий рейс я как раз взял жену. Ей было интересно посмотреть Америку. Был запас по времени. Мы проезжали мимо Ниагарских водопадов. Оставили трак в городе Баффало. И сели в такси, поехали смотреть водопады. Я много снимал материала и хотел сделать ролик про Ниагарский водопад. Но потом я случайно удалил с флешки часть материалов отснятых. Поэтому все, что сохранилось и осталось, я наложил на хорошую музыку. И сейчас показываю вам Ниагарский водопад. Заехал на сервис Спитка. Здесь ремонтируют траки. И здесь есть такой стенд. А, из какой части мира ты приехал? Откуда ты? Вот смотрите. Здесь есть даже с Австралии, с Новой Зеландии. С островов люди. С каких-то, которых я даже не знал. Индия северная часть. Казахстан южная часть. И здесь под Казахстаном. Киргизия, Узбекистан. Казахстан. Очень много людей из России тоже есть. Монголия. Европа. В основном Восточная Европа. Африка также есть. Южная Америка. Из Чили. Смотрите, сколько много. Ну и, собственно, американцы. Из России, из Дальнего Востока. Вот отсюда есть. Ну что, я тоже поставлю свою штучку. Так, откуда же я? Вот Оренбург. Вот Самара. Из Оренбурга в сторону Самары. Где-то вот здесь моя деревня. Все, теперь я здесь тоже был. Смотрите, здесь такой есть стенд рекламный. Наглядно показывает, как работает этот стабилизатор для масла. Это, наверное, по-русски будет присадки. Вот смотрите, это обычное масло. Можно покрутить и видеть, как смазывается нижний, верхний. Чуть-чуть этот, ну и совсем практически не смазывается. И теперь смотрите, с добавлением присадки, как масло работает. Видите, пленочка. Густота появилась. И пленка прям смазывается до самого верха. Вот он говорит, что для тяжелых условиях работы, в тяжелых режимах помогает. Увеличивает срок жизни масла, по крайней мере, на 50%. И смешивается. Короче, совсем смешивается. Захожу в душ, такой смотрю, бумага лежит. Думаю, что, полотенца закончились, бумагу положили. А оказывается, нет. Новая подача. Запарковался на трекстапе, пошел искупаться. Прихожу и не могу выехать. Трейлер застрял, колеса пробуксовывают. На одном месте вот здесь крутится. Вот и вон. И ничего сделать не могу. Кое-как опустил трак. Выехал из-под трейлера кое-как. Теперь нужно трейлер забрать. Сейчас буду народными средствами убирать весь этот лед. Чайник особо не помог. Лучше всего получилось молотком оттолбить все это дело. Надеюсь, этого хватит, чтобы извлечь трейлер. Сейчас буду пробовать. Тут еще, получается, немножко задние колеса под наклоном туда спустились. Поэтому чуть тяжелее будет вытягивать. Но сейчас лед отдолблен. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Выехали. Ненавижу зиму. Я остановился на Рестерии в штате Небраска. И чем интересна эта Рестерия, то что ее открыли 2-3 недели назад. И вот я год работал на траках, ездил мимо нее. И здесь целый год была стройка. И вот сейчас открыли ее. И давайте посмотрим, что там внутри. Такой минималистичный дизайн. Еще не все до конца открыто. Инфоцентр еще закрытый. Здесь у нас вендинг-аппараты. Телевизор еще не повесили. В Волмарте, в Небраске продаются стволы. Не знаю, интересно, в Калифорнии продаются или нет. Все для охоты. Сейчас по всем новостям передают новость о том, что со стороны Канады на США опускается какой-то сильный зимний шторм. Какой-то просто лютый будет. Будет очень много снега, будет метель. И при всем при этом будет очень холодно. Сейчас уже минус 20 по Цельсию на улице. Мне очень холодно. А опустится в некоторых местах, в некоторых штатах до минус 40 и до минус 50. Поэтому нам сделали срочную рассылку к Safety Manager. Купить специальный антигель. Залить его в баке, чтобы дизель не замерз. Да, не хотел бы я попасть в тот штат, где будет минус 40 во время этого шторма. На 80-ке опять авария какая-то. Трак, наверное, съехал. Лишь что, перекрыли дорогу. Я теперь решил по параллельной, по полю проехать. И я такой хитрец не один. Он тоже трак решил. И легковая. Все решили по параллельной дороге, по полевой проехаться. Дабы срезать путь. Не знаю, хорошая ли это идея. Сейчас узнаем. Надо подождать, чтобы трак проехал, потому что я сильно нагруженный. Мне нужно с разгона в горку заехать. Похоже, это была плохая идея. Мне кажется, там дорога не почищена. Придется возвращаться. А тут меня уже подперли. Да, сделал я себе проблем. Ну так, на опыте выезжаю вроде. Задом, под углом. Вроде какое-то движение есть. Может быть, все нормально. Впустили поток. Там сзади вон одна фура. Лежит на боку. А здесь вторая. Тут две фуры. Одна другую подтолкнула, получается. Офигеть. Такого я еще не видел. Возле сервис-плаза какая-то авария. На все полосы дорогу перекрыли. И сейчас по полевой дороге поедем. Какой-то объезд. Я за всеми поехал. Что ж там такого случилось, интересно. Они так интересно. Едут все 45 миль в час. Как они умудряются в аварию попадать, я не понимаю. Вообще же не едут. Вот тоже все на объезд идут. Всех разворачивают. Да уж, суровая зима в этом году. Прям перед Крисмосом. Столько приключений, столько аварий. Что будет дальше? Скорее бы уже отпуск. Объезд организовали. Ничего не видать. Метель. Блин, как в России. Тут живет кто-то. Полиция. Полевая дорога и кое-где дома фермеров. Да, вот такая вот она Америка. Тут прям хозяйство целое. Объезд будет по полевой дороге. Вот тоже домик. Похож на Россию. Крыша. Крышка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Загрузился я, проехал шлагбаум на платную дорогу И вот выезд, собственно, закрыт Вот платная дорога на 80-ку В Агайо И полицейский перекрыл Опять авария, да что такое, а? Пойду спрошу у полицейского, когда дорогу откроют Может, не стоит ждать? Примерно пять часов будет закрыт участок Надо в объезд ехать Это получается, что ДТП произошло утром Я по полям в объезд, поехал на загрузку Пол дня загружался И только вечером, когда уже стемнело Возвращался с загрузки опять на платную трассу И полицейский сказал, что еще пять часов будет перекрыто И я зашел в приложение Weather Channel И посмотреть новости Может быть, нам что-то расскажут про эту аварию И да, там была новостная колонка Вот сами смотрите Вот, как минимум, один человек погиб Массовые повреждения автомобилей 50 машин принимал участие в ДТП Произошло это на платной трассе между Кивленом и еще каким-то там городком Да, 50 машин представляет Я в Чикаго в аэропорту Охара Оставил трак на шапе И сейчас вот приехал в аэропорт Полечу домой в Лос-Анджелес Я отработал ровно год с декабря Вот сейчас декабрь И у меня начинается отпуск Декабрьский рейс у меня был мега насыщенный Я и попал в зимний шторм Видел, наверное, сотню аварий И чуть в Канаду не уехал С последующей депортации И открыл для себя Добавил в копилку 3 новых штата Мало кто в России знает штат Южная Дакота Но все в России знают главную достопримечательность этого штата 4 головы президента Из скалы выточенные Вот он находится в Южной Дакоте Потом я был в штате Миннесота Штат 10 тысяч озер И третий штат у меня был Вискансин Американская молочная земля Давайте посчитаем, сколько получилось денег в декабре Я работал с 8 декабря по 29-21 день Это ровно 3 недели опять получилось И тотал погроса у меня получился 28 350 долларов И 28% моих это 7 938 долларов Так как я ухожу в отпуск Контента будет, я думаю, не очень много Поэтому мы теперь с вами увидимся в понедельник Это будет понедельник Вот следующий или через Точно сказать не могу Но это точно будет понедельник Спасибо большое за просмотр Good luck Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо!